Здравствуйте, в эфире программа 7 минут. Сегодня мы поговорим о донорстве и о проблемах, связанных с ним. У нас в гостях Евгений Ясонович Соколов, председатель регионального общества больных гемофилией. Здравствуйте. Здравствуйте. Наблюдаете ли вы спад донорской активности сегодня? У нас было вот тревожное такое время после того, как был принят вот этот последний закон о донорстве и вокруг него, в общем-то, какой-то был ажиотаж и в средствах массовой информации, и в медицинской среде, вот особенно в среде медицинской Москвы и Санкт-Петербурга. Вот. Ожидался резкий спад донорства, потому что немножко неправильно поняли суть этого закона. Вот. И мы с тревогой ждали очередную после принятия этого закона акцию. Да, немножко был спад. Ну, скажем так, если обычно 125 где-то человек приходит, 130, в ту акцию пришло 99 человек. Ну, а вот в последнюю акцию, которую вот совершенно недавно мы привели, и она была приурочена здесь к двум датам, к Всемирному дню гемофилии и Всероссийскому дню донора. Здесь 102 человека. Я думаю, что все, как говорят люди, устаканится, устоится, потому что здесь будут выяснены вот эти акценты еще раз в свете этого закона. Что такое безвозмездное донорство, что такое, скажем, платное там и так далее. Это все нормально. Я почему-то так и думал, что будет все нормально. И это подтверждается еще из сведений из других регионов, в частности, с Урала и из-за Уралия. Нормально. Донор, который сдавал безвозмездно, он так и идет давать безвозмездно. Совсем недавно был день больных гемофилии. Какие проблемы обсуждали? О, проблем много. Ну, во-первых, давайте поговорим вот о чем. Мы люди с гемофилией, мы даже себя больными теперь не называем. Нам больше нравится говорить люди с гемофилией, потому что это сейчас уже не приговор, а это некоторый такой определенный образ жизни. И мы всегда говорим, что начиная с 2005 года, с момента принятия программы ДЛО, тогда, кстати, скандально почему-то известная, но понятно, почему она была не отработана, как у нас всегда бывает. Но для нас это, если хотите, было дверью или окном в зазеркалье в сказку. Мы всегда говорим, что мы попали в эту сказку. Мы больные гемофилией. Потому что, начиная с 2005 года, нас стали обеспечивать высоко очищенными от вирусов препаратов крови, которые у нас не производят до сих пор, к сожалению, завод не построен. К стыду нашему, такая огромная страна, и завод по переработке плазмы на вот эти препараты не построен. Но это сказка, это прорыв. Да, мы сейчас пользуемся препаратами из крови зарубежных доноров. Да, мы на это, вернее, наше государство, а значит, и мы тратим нефть и доллары. Жалко, конечно. Но, тем не менее, это так. В чем же заключается сказка? Сказка заключается в том, что если раньше больной гемофилией у него начиналось кровотечение, то помощь приходила, скажем, в лучшем случае на следующий день. А представьте, вот кровь начинает наливаться в колено, там, скажем, да. И, покуда не будет введен вот этот препарат или хотя бы свежая донорская кровь, оно не прекратится, покуда внешнее давление не уравновесит давление распирающей крови. Хорошо, если пройдут только одни сутки. Вот. За это время столько крови наливается, столько боли вытерпит человек. Бывает до пяти суток бессонных у этого человека с невыносимыми болями. Я раньше всегда публично говорил, что мои мальчики, в общем, всю жизнь проводят на дыбе. А вот эти препараты, которые стали закупать в рамках той программы, о которой я сказал, а потом она плавно переросла еще и в программу семенной зоологии, они сделали нашу жизнь при условии профилактического, амбулаторного и домашнего лечения, приближенной максимально к жизни здорового человека. А с какими проблемами вы чаще всего сталкиваетесь? Нас интересуют, вернее, волнуют вот какие. Дело в том, что вот эти препараты для нас закупались федеральными властями, а теперь они хотят эти закупки переадресовать на регион. Мы очень беспокоимся из-за этого, потому что если сейчас, скажем, разыгрывается, ну, где-то 20-30 аукционов или тендеров, то здесь неминуемо появится 300-400, а это будет такая чехарда, а это будет такое удорожание препаратов, что могут быть очень серьезные сбои. А мы этих сбоев очень боимся, мы выстрадали их. И надо сказать еще, подчеркнуть, вот меня часто спрашивают, почему мы, именно больные гемофилии, занимаемся этой проблемой, проблемой донорства? Да все очень просто. Наша жизнь-то, она немыслима без вот этих препаратов из донорской крови, а значит, без доноров. Это не злокачественные заболевания гемофилии, можно прожить очень долго, но при условии, что если в моменты обострения будет достаточно вот этих препаратов. Было когда-то в начале 2000-х годов, была угроза того, что нас, государство наше, могло заставить платить за донорскую кровь, и даже за пакетики, в которые она упаковывается. Но я хочу подчеркнуть, что мы, старшее поколение больных гемофилии, мы практически все очень такие тяжелые инвалиды с поражением опорно-двигательного аппарата. Поэтому мы все живем на пенсии, вот, практически все, старшее поколение. И, естественно, никаких денег бы не хватило на эти препараты, и даже просто на цельную кровь. Расскажите о своем проекте. В 2000 году взялись за спасение самих себя. В это время благотворительный фонд Нижегородский гематологии, милосердия и поддержка, так он назывался, предложил нам попробовать свой проект рекожизни у нас в регионе. Мы, конечно, его очень здорово переработали. Он в корне отличается от того, что делают они, но там здоровые люди в этом фонде. А у нас пациентская организация вот таких тяжелых больных, о которых я сказал. Поэтому мы переделали его уже под то, что мы можем, но оставив ту же самую концепцию, если хотите. То есть это должно быть полностью безвозмездной донорностью. Скажите, когда пройдет очередная рекожизни? Это будет третья в этом году акция в рамках проекта «Река жизни». И приурочена она к очень трепетной дате. Это 14 июня, это Всемирный день донора. Эта акция пройдет именно 13 и 14 июня. Единственное, за что мы всегда боимся, переживаем, что она сразу после 12-го. Там великий праздник наш государственный, и люди могут не раскачаться, и туда могут выпасть выходные. Ну вот мы отрабатывали вроде в этот раз графику, совместно со станцией переливания крови, вроде там все срастается нормально. И, конечно, мы, а самое главное, даже не мы. В принципе, я уже давно спрашиваю главврача станции переливания крови, послушайте, говорю, а вообще мы теперь нужны или нет? Вот мы со своим проектом «Река жизни». Он говорит, а как же? Да вы что? Это такое подспорье, вы что? Главное, не мы будем ждать доноров, мы тоже будем ждать. Но главное, что их ждут больные, спасение этого. Потому что мне передавали люди, которые лежали, скажем, в областной клинической больнице, как больные друг друга успокаивают, особенно в онкогематологии, там же очень у вас требованы вот эти компоненты, на которые донорскую кровь разбивают. Ну подожди, скоро вот «Река жизни», и все будет. Вы знаете, какой это бальзам на душу, на сердце? А потом, почему у нас основной, ну скажем, партнер – это областная станция переливания крови? Да очень просто, потому что именно только оттуда вот эти компоненты берутся для детишек из онкогематологического отделения нашей областной клинической больницы. Ну а это святое, дети – это вообще святое. Спасибо. На этом наша программа подошла к концу. Всего вам самого хорошего. Берегите себя и свое здоровье. До скорой встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова